Пеуриси Арччентер, США, два десятка стран с самым большим количеством христиан и самым большим количеством мусульман. Джефф Диамант Пеуриси Арччентер, США, 2 апреля 2019 года. Списки первой десятки зачастую дают весьма познавательную и полезную информацию. Например, два списка стран с самым большим количеством живущих там христиан и мусульман показывают различия в концентрации и разнообразии этих религиозных групп, а также прогнозируют изменения в этих самых крупных мировых религиях. Два списка показывают, что мусульманское население в большей степени сконцентрировано в главных населенных центрах ислама, нежели христианское население в традиционных центрах христианства. Христиане больше рассредоточены по миру. Надо сказать, что примерно две трети, 65% мусульман живут в странах, которые входят в десятку с самым крупным мусульманским населением. Но лишь 48% христиан нашего мира живут в странах, которые входят в десятку с самым крупным христианским населением. Можно сказать и иначе. Более половины, 52%, христиан живут за пределами 10 стран с самым крупным христианским населением. Что касается мусульман, то у них таких людей чуть больше трети, 35%. В абсолютном выражении христиан, живущих в странах, которые не входят в первую десятку по их религии, в два раза больше, 1,2 миллиарда, чем таких же мусульман, 609 миллионов. В некоторых странах из первой десятки также есть большие, в ряде случаев преобладающие, группы других религий. Например, в Индии второе по численности в мире мусульманское население, но ислам там является религией меньшинства, его последователи составляют 15% населения, а вера большинства это индуизм. В Нигерии шестой в мире по численности христианское население, 87 миллионов, но одновременно с этим пятой в мире мусульманское население, 90 миллионов. Эти списки также демонстрируют, насколько далеко центры сосредоточения приверженцев этих религий ушли от исторических и традиционных мест их зарождения. Первая пятерка мусульманских стран находится в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Африке южнее Сахары, но не на Ближнем Востоке. А первая тройка христианских стран сосредоточилась на американском континенте, а не на Ближнем Востоке или в Европе. В целом в мире сегодня около 2,3 миллиарда христиан и 1,8 миллиарда мусульман. К 2060 году эта разница должна уменьшиться. Исследовательский центр Пью прогнозирует, что к тому времени в мире будет 3 миллиарда христиан и почти 3 миллиарда мусульман. Дело в том, что в среднем мусульмане моложе христианы рожают больше детей. В 2060 году доля мусульман, живущих в странах из первой десятки по численности мусульманского населения, будет немного меньше, чем сегодня, 60% против сегодняшних 65%. Между тем, доля христиан, живущих в странах из первой десятки по численности христианского населения, должна остаться прежней, 48%. Списки мусульман и христиан в 2060 году претерпят изменения в других отношениях. К этому времени Индия должна обогнать Индонезию и стать страной с самым крупным мусульманским населением. Тем не менее, мусульманское население Индии останется в меньшинстве, 19%, поскольку большинство сохранят индуисты. Страна с самым крупным христианским населением это США. В 2060 году она останется на этой позиции. Не входящие сегодня в первую десятку Танзания, Уганда и Кения войдут в нее, а Россия, Германия и Китай выйдут из первой десятки. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.